Александр Филиппов. Второй раз, по-моему, уже попадается Александр Филиппов. Видимо, потому что народу не так много смотрит, поэтому некоторые уже играют по второму разу. Итальянская партия. Давайте. Так, А6. Нет, тогда Д4, да? Д6. Так, А5. Не пускаем пешку на Б4. Слон Б3. Слон Ж4. Так, Вадя Е1. Ну что, что здесь можно придумать? Наверное, А6, чтобы не было ухода Слон Ж5. Так, тут Слон Х5. Конь Д2. Ну давайте Вадя Е8. Конь Ф1. Так, хочет Конь Ж3, между прочим. Вот он что захотел. Давайте Коня перебросим на Е7. Конь Ж3, да. Ну и давайте Конь Ж6. Такая вот интересная перегруппировка. Если бьет, то я бью и на Е4, если что, попаду. А если он играет Конь Ф5, что я буду делать? Тогда Конь... А, нет, подождите. Конь Ф5. Нет, побил просто. Хорошо. Так, есть ли удар Конь бьет Е5? Вот в чем вопрос. Бьет, смотрите-ка. На самом деле удар есть. Наводя бьет Е5. Д4, вилка. Вот такая интересная штучка. Но подождите. А если Конь бьет Е4, то Д4, да? Ну нет, я без фигуры здесь не остаюсь. На Ферзь бьет Х5. Вроде как Конь бьет Д3. Правда, там Слон бьет Ф7. Ой-ой-ой-ой, тихо. Тогда в промежутке надо на Ферзь Х5 сыграть Ферзь Ф6. Ой, какая дичь. Ой, какая дичь. Аккуратно. Тогда Д4, да, он будет играть. А тогда Конь Д3 тогда. Хорошо. Ферзь Ф6 обязательно нужно защитить. На Конь бьет Д3 просто было... Видимо, Ферзь бьет Ф7 или Слон бьет Ф7. Не знаю, кто тут кого пробивал. Д4, да. Конь Д3. Снова грозит взятие на Ф2. Водя Е3. Так, ну Ферзь бьет Ф2. Это Шах. Так. Теперь самое интересное. Конь Ф4, там Ферзь бьет Ф7. Видите, какая штука. У меня висит Конь. Я могу взять Слона, но там будет Водя Е3. К чему это все приведет, вообще непонятно. Тут сумасшедший дом какой-то. Ой, как все сложно. Ну, Конь Ц1, Водя Е3. Что же там будет? Конь Ц1, Водя Е3. Ферзь бьет Б2. Поставит у меня там мат или нет? Вот в чем вопрос. Ферзь бьет, допустим, Ф2. Ой, Ферзь бьет Ф7. Король Аш8. Тут уже все у него съедено, обчищено. Но Водя Е3. И мне мат, да? Или нет, не мат. Водя Е8 есть ход. Слон бьет Ж8. Водя бьет Ж... Ой, какой дурдом. Ой, какой дурдом. Ну, блин, у меня нет выхода. Тут либо пан, либо пропал. Да, Водя Е3. Ферзь бьет Б2. Все, тут либо мат мне, либо... Что? Вроде я посчитал, мата нет. Не знаю. Дурдом. На доске просто дурдом. Так, Ферзь бьет Ф7. Король Аш8. Водя Ж3. Да, ну здесь Водя Ж8 я считал. Все, я отзащитился. Висит Водя, висит Слон. Вот до этого момента я и досчитал. Дальше не считал. Честно скажу, дальше не считал. Так, ну бью. Он бьет. Да, ну бью. Ну, пока у меня вроде как лишние качества, да? Пока лишние качества. Ферзь Ж6. Что грозит? Вопрос ребром. Грозит взятие на Ж8? Вот что грозит. А уйти я не могу. Поэтому надо связать Водю. Придется отдать назад качество. В любом случае. Так. Что у нас получается? Пока лишняя пешка. Всего лишь лишняя пешка. Но у него связана Водя. Намертво связана. Ну как намертво. Король если уходит, он начинается в вечные шахи, видимо. Другого тут у меня нет, потому что мне грозит мат. Как от этого спастись? Да, он согласен на ничью, видимо. Но у меня же лишняя пешка. Как мне? Как выиграть эту позицию? Вот в чем вопрос. Если Ферзь Ф6. Допустим. Может быть Ферзь Е5? Такой тонкий ход. Ой-ой-ой-ой. Время мало. Ферзь Ф6. Ферзь Ж4. Потом Водю освобождаю. Ладно, я рискую, но поиграю на победу. Ничью мог бы уже сделать. Ничью я уже вижу, как делать. Ну вот, видите, рискую играть на победу. Не пускаю Водю. Никуда. Так. Сюда. 13 секунд. Ж4. Так, срочно короля подтягиваем. Так, тут В6. Все защитили. Так. Теперь надо как-то перебросить короля. Но как? Видите, он все крепко держит. Так, С6. Зачем? Видимо, чтобы В5 сыграть потом. Вот она идея. Но тут все равно В5. Уже не важно. Наверное, зря. Зря, наверное, я все это затеял. Или не зря? Зря или не зря? Вот в чем вопрос. Фуф. Е5. Бью. Дошел. Так, С4. Отрезали. А, что я с шахом-то не взял? Ой, балбес! Что я с шахом-то ее не съел? Ой, балбесина. Это надо же такой... Вот балбес-то, а. Так, мулька. Бить нельзя. С2, ферзь прошел. Как ходить? Так, король Ж6. С2. Ферзь. Так, ферзь. Шах. Теперь надо как-то выиграть. Шах. Так. Взял на Ж4. Ага, шах. Так, подтянул королька. Не-не-не, это выиграно. Связали. Шах. Ну как выиграно? Легко сказать выиграно, когда цитнот. Напал на ладью. Так, шах с другой стороны. Вот. Теперь надо короля сюда. Отлично. Шах. Так, шах. Так, 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 так. Шах. А, блин, где шах? Шах. Так, шах. Вот зашаховал. Шах. Какой кошмар. Нифига себе. Что творит? Так, напал. На пешку. Так, так, так. Шах. Как выигрывать-то? Ё-моё, как выигрывать? Эта позиция выиграна, но я не знаю, как её выигрывать. Вот в чём проблема. Так. Связал. Шах. Отрезали. Так, так, так. Ну как же... Надо как-то... Ё-моё, ну как же это выиграть-то? Какой-то цук-цванг должен быть. Надо найти цук-цванг. Надо найти цук-цванг. Так, нет, пока сюда. Может так? Не знаю. Вряд ли, наверное, это так. Сюда. Пока стоит. Сюда. Так, шах. Ну как же выиграть-то, блин? Надо какой-то цук-цванг создать. Чтобы пешка была у соперника. И король отрезан. Ну вот, может быть, вот так. Единственный, да? Шах. Всё равно ничего не получается. Шах. Шах. Всё равно ничего не получается. Не помню, как... Ну как вот здесь на секундах можно вспомнить? Как тут на секундах можно что-либо вспомнить? Неправильно я всё делаю. Не то. Не туда, наверное. Надо как-то... Вытащить надо как-то короля. Как же его вытащить-то? Никак не вытаскивается. Что самое интересное, эта позиция должна быть выиграна. Я в этом уверен. Но у меня на секундах времени не хватит. Вот в чём проблема. А, стоп. Я пешку уже мог есть. Балбес! Пешку жри. Сжирай пешку. Ёкерный ты театр. Сжирай пешку. Шах и пешку сжирай. Шах и пешку сжирай. Ой-ой-ой-ой. Какой ужас. Какой ужас. Всё. Аллилуйя! Победа! 113 ходов! Вот это партия! Это пойдёт однозначно на второй канал. Да. Вот это титаническая битва. Уф. Так. Это надо отдышаться. Ё-моё. Это просто жесть какая-то. Я помню, что эта позиция по-любому выиграна. То есть пешка, значит, с ладьёй должна проигрывать против ферзя и короля. Но как это? Это вот я не помню нифига. Как там вот эти цукцванги создавать? Наконец-то до меня допёрло, что надо королём эту пешку обойти сзади. И тогда получается цукцванг. Водя, значит, король создаёт матовые угрозы и, значит, угрожает взять пешку. Ну и в результате, конечно, это титаническая схватка. Я не знаю, что сейчас там. Уф.